Итак, я расскажу сегодня про способы коммуникации между микросервисами. Для начала я представлюсь. Меня зовут Стас. У меня 4 года опыта в разработке. Работаю с Node.js и Go. Работаю в компании Agile Engine на данный момент и у себя на проекте использую Node.js. Итак, приступим. Раньше мы все жили с монолитными приложениями. Они содержали в себе всю логику и они стали слишком сложными для поддержки и возникла надобность разбить их на части. И так монолит превратился в микросервисы, модули из монолита превратились в отдельные сервисы. Ну и теперь появилась новая проблема, это взаимодействие между ними. Итак, как они могут взаимодействовать? Я расскажу про три таких основных способа HTTP-запросы, WebSocket и очереди RabbitMQ. Начнем с HTTP. На экране код, который многие из вас, кто пишет на ноде, должны узнать. Это создание HTTP сервера. Первое преимущество HTTP в том, что он прост, он знаком каждому, каждый с ним работал и в принципе это запрос, который мы сделали, получили ответ и все. Для HTTP есть много библиотеки фреймворков. Многие из них имеют излишнюю функциональность для использования в микросервисной инфраструктуре, но если ваш сервис открывает API для внешнего мира, то функционал этих библиотек будет вам полезен. Итак, по сути при коммуникации между сервисами протоколом HTTP каждый сервис предоставляет свое API для взаимодействия. Коммуникация односторонняя, то есть есть сервис, который предоставляет API и есть сервис, который делает на него запрос. Плюсы и минусы этой коммуникации в том, что сервис A он ограничен тем, что он не может передать информацию сервису B, пока тот ее не запросит. То есть в этом взаимодействии один из сервисов является пассивным, а другой активным. Хотя коммуникация односторонняя, она относительно гибкая. То есть ваш микросервис может быть открыт для внешнего доступа, и он может предоставлять свое API для всех тех, кто хочет его запросить. Есть также такой способ коммуникации, как опрос. Представим ситуацию, что сервис B и сервис A хотят предоставить какую-то информацию сервису, сервис B и сервис C хотят предоставить информацию сервису A. И для того, чтобы предоставить эту информацию в один и тот же момент, синхронизация этих сервисов была бы, скажем, относительно сложным моментом. И мы просто можем сделать такой способ коммуникации, как опрос. Сервис A каждое энное количество время опрашивает сервисы и получает от них информацию. Недостаток этого способа заключается в том, что сервису A нужно знать, кого ему опрашивать. То есть он должен быть уведомлен о том, когда один из этих сервисов появится в сети или когда этот сервис. Мы точно знаем, была ли успешная коммуникация. То есть мы знаем, что наш запрос был успешным или неуспешным. И мы сразу можем среагировать на этот результат. Минусом, даже не минусом, нюансом есть то, что этот запрос не должен длиться слишком долго. То есть мы должны предполагать, что он должен длиться, ну, может быть, секунды 2-3. Потому что при более длительном происхождении запроса он может обрываться и, скажем, в таком случае, если вы не можете обеспечить вот эту вот скорость запроса, вам лучше использовать какой-то асинхронный способ передачи информации, о которых я расскажу дальше. Итак, и что еще важно, что HTTP-запрос, он относительно медленный. То есть он состоит из четырех частей, которые, ну, каждая из них занимает время. Это нужно открыть соединение, отослать сообщение, получить ответ, ну и закрыть сообщение, закрыть соединение. Ну, use case и HTTP очень простые, как бы базовые. То есть вам, если вам не нужна скорость и вам не нужна асинхронная коммуникация, то в 90 случаях вам подходит HTTP. Также он может использоваться для хелс-чеков для ваших микросервисов. И также, например, если ваш сервис работает в разных режимах, например, там в основном режиме или в режиме обслуживания, какой-нибудь endpoint может служить вам таким рубильником, который может отключать или включать этот режим. WebSockets. WebSockets начинается с HTTP-запроса и представляет собой постоянное соединение, которое работает в обе стороны. Важно то, что при подключении с этого момента вы можете отсылать данные в обе стороны. И это является как бы залогом определенной гибкости. Также у WebSockets нет подтверждения у доставки, ну, в его базовой реализации. Поэтому мы можем только знать, что наше сообщение было отправлено, но мы не можем быть 100% уверены, что оно было получено получателем. Есть много библиотек, которые реализуют WebSockets. Они также имеют разнообразный функционал. Я буду объяснять на примере VS, потому что это базовая библиотека, которая, скажем, реализовывает WebSockets таким, какой он есть. Итак, двусторонняя коммуникация. Ну, один из сервисов будет, скажем, так называемым сервером. То есть он будет предоставлять нам соединение и мы предполагаем, что он будет получать больше данных, чем он будет их отправлять. Вторым сервисом в этой коммуникации есть, мы его назовем, условно говоря, клиент. То есть ему изначально при, скажем, при запуске для начала работы ему нужен какой-то получатель его сообщений, то есть сервер. И мы предполагаем, что, скорее всего, он будет посылать больше данных, чем он будет получать. Но это не есть, естественно, обязательным условием. Особенностью WebSockets есть постоянное соединение. То есть вы подключились и отсылаете сообщение в любое время. Тут важно понимать, что это соединение нужно контролировать. То есть вы должны хендлить такие ситуации, как потеря соединения. И в этом может помочь нативная реализация. Это сообщение ping pong. Это сервисное сообщение. То есть все предельно просто. Сервис A посылает ping. Сервис B должен в краткие сроки ответить сообщением pong. И, в принципе, это как бы нативная реализация, которая есть в той же библиотеке в библиотеке VS. И ее можно использовать для контроля соединения. WebSocket, он ненадежен, потому что, как я уже говорил, вы можете отправить сообщение, но вы не можете быть уверены точно в том, что оно дошло. То есть если сервис послал сообщение A, и сервис-получатель в этот момент упал, то сообщение будет потеряно. Следующее сообщение может быть уже получено. Но вы таким образом потеряете сообщение A, и если ваш сервис базировался на какой-то последовательности получения сообщений, если она для вас важна, то тут уже появится проблема. Также альтернативой есть socket.io. Это не имплементация WebSocket, он несовместим с ним, но у него есть много других функций, таких как autoconnect, подтверждение о доставке. Также есть опция отправления и получения ивентов, то есть вы создаете свои кастомные события. Например, стандартное это connection, disconnect и message. Вы можете создать свое кастомное и слушать его на клиенте, например. И также там есть namespace, которые в принципе являются по сути комнатами в чате. Зачем все это вам говорю? Потому что по сути WebSocket сам он не имеет богатого функционала. Если вы уверены в том, что вам нужен именно этот протокол, точнее именно такая реализация, то вы можете использовать как альтернативу socket.io. Ну, use case есть тот случай, когда вам не важна скорость, точнее важна скорость, но вы допускаете потерю одного или нескольких сообщений. Например, это может быть логирование в том случае, когда вам не важно иметь все данные. Это может быть навигация. Например, если вы ожидаете, что каждую секунду вам будут приходить, например, там по три апдейта локации, вы допускаете, что один из них может быть потерян. В этом случае вы можете использовать WebSocket. Ну и мониторинговые данные сервиса. В принципе, так же, как и с навигацией. Если данные поступают в какой-то интервал, каждый небольшой, вы ожидаете их получения скоро, то вы допускаете, что данные могут быть потеряны. Ну и теперь самое интересное, это RabbitMQ. Ну, RabbitMQ это брокер сообщений, который базируется на очередях. Он поддерживает много протоколов, но в ноде поддерживается вот библиотекой IMQ.lib один протокол, но в принципе его скорее всего вам будет достаточно. Итак, в Rabbit все базируется на очередях. Вы отправляете сообщение в очередь, а из очереди его получает получатель. Очередь поддерживается RabbitMQ сервером. Важно то, что, скажем, есть недостатком в Rabbit то, что с появлением отдельного сервера, который нужно поднять как сервис или как сервер, вы имеете еще одну единицу в вашей инфраструктуре, которую нужно мониторить и поддерживать. Вот. Теперь дальше про очереди. Ну, как вы понимаете, что их может быть много, взаимодействие может быть разнообразным. Я дальше опишу случаи, в которых Rabbit нам подходит. Он очень надежен. В нем есть подтверждение о доставке сообщений. Также можно сообщение отправлять обратно в очередь. Это может быть важным в тех случаях, когда ваш сервис не готов принять и обработать сообщения. Он отправляет его в очередь обратно, чтобы другой воркер мог его получить и обработать. Также в Rabbit есть надежная очередь и сообщения. Это значит, что если ваш Rabbit сервер упадет и в этот момент в очереди были сообщения, они никуда не пропадут. То есть, когда он рестартанет, все будет на своих местах. Это все происходит благодаря тому, что Rabbit записывает все сообщения из очереди на диск периодически. И также есть еще очень одна надежная функция, которая называется publisher confirms. Каждый раз, когда вы отправляете сообщение в очередь, ваш брокер и отправитель, они считают количество сообщений. Это нужно для того, чтобы предотвратить потерю сообщения до того, как она попадет в очередь. Вот эти все фичи, они помогают обеспечить очень высокую надежность при высокой скорости работы. Теперь расскажу про несколько таких use-кейсов использования очередей. Итак, например, у вас есть несколько воркеров, которые выполняют одинаковые задачи. И в этом случае каждый воркер, он может получить задачу из очереди в тот момент, когда он готов будет ее получить. И очередь представляет из себя такой буфер, который распределяет сообщения между воркерами. Очередь с приоритетом. Ну, тут все просто. Если у вас есть сообщение, которое нужно переслать с каким-то приоритетом, в первую очередь, очередь выступает, скажем, таким буфером, который выставляет их в правильном порядке. Потом равномерное распределение нагрузки. Представим, что у вас есть воркер, который выполняет какую-то задачу, на которую требуется ему время. Если он будет получать эти задачи вне зависимости от того, насколько он готов их выполнить, то в какой-то момент ваш воркер просто упадет. В этом случае очередь выступает балансировщиком нагрузки, и ваш воркер берет оттуда сообщение тогда, когда он готов их отработать. Ну и Remote Procedure Call, RPC, то есть по сути это вызов, как вызов функции на другом сервисе. Ваш продюсер отправляет запрос, который попадает в специальную RPC очередь, воркер оттуда его забирает, он выполняет задачу, он отдает ответ, специальную очередь для ответов. Ну, use case тут тоже очевидно. Это приложение с высокой нагрузкой и с важными данными. Ну или просто приложение, в которых вам нужна сама концепция очереди. Как я уже говорил, что для WebSocket можем использовать логирование, но в этом случае, если мы считаем, что нам все данные важны, мы также можем использовать RabbitMQ для логирования. Дальше, например, у вас есть сервис по редактированию документов. Если им пользуются тысячи пользователей, например, как Google Docs, через ваш бэкэнд проходит очень много сообщений в секунду по редактированию текста, например. И вот такие вот сообщения очень хорошо обрабатываются RabbitMQ. Ну и просто еще один use case – это воркеры, которые просто выполняют какую-то задачу, и им нужно постепенно выдавать эти задачи. Дальше я рассказывал о том, что какой-то из способов есть надежный, ненадежный, сложный или простой, но есть один показатель – это скорость, и я решил ее измерить и показать вам результаты. Тут все эти три способа, они, возможно, немножко несправедливо были оценены, потому что HTTP я оценивал, я посылал следующее сообщение тогда, когда я получил ответ от предыдущего. В случае с WebSocket я посылал следующее сообщение тогда, когда предыдущее отправилось, просто отправилось. То есть мы не знаем, оно дошло или нет, оно просто ушло. И RabbitMQ отправлял следующее сообщение тогда, когда мы получили подтверждение о доставке предыдущего. И вот результаты, а точнее вот еще собственно сами условия. Это 12 тысяч сообщений в 4 потока с одним получателем. Ну время – это среднее время отправки по 4 потокам. Ну и сообщение – это небольшой JSON с данными. Вот, собственно, результаты. То есть HTTP показал чуть больше 17 секунд, WebSocket – это 230 миллисекунд и RabbitMQ – 900. Дальше я решил проверить WebSocket и RabbitMQ с большим количеством сообщений. Это 100 тысяч при тех же условиях. И вот какой результат. RabbitMQ оказался почти в 4 раза медленнее, но при этом RabbitMQ, он обеспечивает подтверждение о доставке. То есть все эти 100 тысяч сообщений мы точно получили, мы знаем, что они точно дошли. В случае с WebSocket мы знаем только то, что они ушли. Также, в общем, как такое короткое сравнение, HTTP, он оказывается надежным, простым, но медленным. WebSocket не очень надежен, простой и быстрый. Ну и RabbitMQ, он надежный и быстрый, но я не могу его назвать относительно простым или относительно сложным, потому что все зависит от того, как вы его используете. Вариантов может быть очень много, и при этом нужно помнить, что это отдельная единица, которую нужно администрировать. Ну и как выбрать, собственно, сам этот способ? Ну самое главное, что нету, вы все знаете, лучшие технологии, есть наиболее подходящие, и для того, чтобы определиться с ней, нужно в первую очередь определиться с вашей архитектурой. Вы должны продумать все наперед и уменьшить передачу данных между сервисами, потому что любая передача данных, она как бы порождает какие-то задержки. И продумав архитектуру, способ передачи придет к вам сам. Какие есть показатели? Ну они как бы банальные, это какие данные вы передаете, какие размеры, какие объемы этих данных, и какие требования по перформансу. Все эти показатели нужно умножить на 10, потому что система будет развиваться, вы можете ожидать неожиданных скачков, и поэтому нужно учитывать это все на будущее. Ну это все. Спасибо. Вопросы? Спасибо за доклад. У меня вопрос. Вы проводили бенчмарки с помощью чего делали? Это писали сами софт или какие-то специализированные тулы в виде диджиметра и так далее? То есть расскажите на эту тему. Бенчмарк очень простой. Я сам написал код. И там в принципе просто поднимается. Ну и один новый джем. И еще один получательный джем. Привет. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Меня интересует, насколько сложно или легко сделать бэкап очереди, как он долго будет разворачиваться, и если у нас умерли все машины, например, с очередью. Спасибо за вопрос. По поводу бэкапа все, честно говоря, зависит от того, ну, Рэббит поддерживает кластеризацию, и я не сильно углублялся в этот вопрос, но могу сказать, что... Ну, то есть я не могу точно ответить на этот вопрос. Да, спасибо. Спасибо большое за доклад. Ну, я скажу по поводу бэкапа. В принципе, можно не делать. Просистан до очереди сохраняют на... Не только в памяти держат, но можно на диск сохранять сразу. Вопрос у меня был, использовал ли ты какие-то RPC, ну, что-то типа трифта, G-RPC, протобафа? Ну, тоже для сравнения. Нет, я использовал только этих три способа. Да, и я хотел еще сказать по поводу бенчмарка. Ну, как бы в реальных системах он не совсем будет так работать, потому что для репликации соединения на сервисы, которые используют веб-сокеты и HTTP, потребуется еще лов-отбалансировщик, и он внесет дополнительную задержку. То есть результат будет хуже еще для веб-сокетов и для HTTP. Спасибо. Да, конечно, я учел это, и этот бенчмарк был лишь демонстрацией примерного сравнения скорости передачи. Спасибо большое за доклад. У меня небольшой вопрос. Если, допустим, у нас есть два микросервиса, и необходимо организовать между ними связь по HTTP, по вашему мнению, какой самый, скажем так, лучший и надежный механизм аутентификации и проверки целостности запроса? Как пример, это может быть HMAC. Что можете сказать по этому поводу? Может, есть какие-то другие альтернативы, которые вам больше нравятся? Честно говоря, мне кажется, это все зависит от требований, от нужд. То есть я не думаю, что есть какой-то способ более надежный или менее надежный. Если речь идет о консистентности данных, то тут нужно реализовывать механизм, который позволит содержать эту целостность. То есть самое банальное – это присваивать этим запросам ID-шники, например, каунтер какой-то, и просто смотреть, совпадают ли они. Ну, как-то так. Классный доклад. Вопрос о скейлабилити. Если в случае с HTTP все просто. Схема отработана, load balancer, вперед. Как быть с WebSocket и с RabbitMQ? С MQ в принципе тоже просто. Это просто очередь сообщений. Но само RabbitMQ скейлить. Есть какой-то опыт в этом? Нет, к сожалению, нет. Но в принципе он очень скейлабил. И мне кажется, это из всех способов самое такое расширяемое решение. Будут еще вопросы? О недостатках? Какую аутентификацию используете для коммуникации между сервисами? Да, в принципе, ну как-то не использовал. То есть внутри системы просто коммуницировали и все. Спасибо тебе большое. Спасибо. А сейчас… Можешь отметить кого-то лучшего? Да, это тот был вопрос, на который я вообще не смог ответить. Последний? Нет. Вот парень, да, в оранжевой футболке. Я опоздала, ты раньше закончил. Спасибо тебе большое. У нас есть больше времени на перерыв. Вы подойдите к нашим спонсорам, пожалуйста, и получите свой подарок. Code Emotion. Ребята, подходите на стенд Agile Engine. И там вы можете просканировать QR-код, пройти квиз и выиграть призы. Спасибо. 23 минуты перерыва. Спасибо. Спасибо. Спасибо.